Привет, друзья! И с вами снова Ежов, который снимает многоупрошку. Я тут временно перешел на 12-ю, потому что на нее у меня огромное количество батареек. А на 13-ю, которая у меня в руке, к сожалению, сейчас в Москве нет дополнительных аксессуаров. И с одной батарейкой мне западло снимать, потому что она довольно-таки быстро садится. И постоянно держать ее на пауэрбанке мне тоже не хочется. Ну и вы часто спрашиваете, как я снимаю, какие настройки выбирают для гоупрошки. Еще раз, у меня есть огромный пост на Boosty, я ссылку приложу в описании. И можете туда зайти, посмотреть, скачать лад. Это покрас для этой гоупрошки. Опять же, предупрежу, что эта история платная. Если вы не хотите смотреть видосы раньше, можете просто купить подписку на месяц и потом отписаться. Но это вот сами смотрите. Я закончил работать. И печаль заключается в том, что сейчас на улице уже темно. Все, ушла эпоха, осень. Скоро будет говеная погода, дожди пойдут. Листья будут массово сыпаться. Грустно. Какой у нас план капкана сегодня? Во-первых, мне надо забрать часы. В предыдущем влоге можете посмотреть, какие я выбрал. Ну и чуть далее я вам тоже покажу. Плюс, после того, как заедем в онлайн, поедем в Медведково. Мы хотим там остаться на ночь. Возьмем с собой PlayStation. Поиграем с Темиком. Завтра я там подстригусь. И как раз хочу прокатиться с мамой на новой машине. Она еще ни разу не рулила. Я рядышком посижу. Если что-то там надо, подскажу. И хочу, чтобы она адаптировалась. Ну а Катюня завтра поедет на съемку. Она там будет детишек фотографировать. Ну давайте просто начнем влог. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Ну и погнали. Твое здоровье. Очень сильно подсел на вот этот сок. Несколько влогов назад об этом рассказывал. Давай глотну. Красота. Несколько влогов назад в комментариях писали, что Катюня не права. Купили диск на плойку пятая. У нас четвертая. На самом деле у нас и пятая есть, и четвертая. А то вы гоните на мою жену. Все она правильно сделала. На четверку мы бесплатно скачали. И она нихера не работала. И потом съездили просто на митинский радиорум и купили диск. Ну и так под шумок пятую захватили, да? Ну и да, под шумок пятую заплатили. Сейчас мы поедем когда к маме. Поиграем с тобой в сэгбое. Давай. Так что будет весело. Но единственное, что-то придумать. Она довольно-таки большая. А мне кроме вот Азоновского пакета и некуда ее положить. Я еще что-нибудь придумаю. Да не, она по идее влезет. Но тютерка тютерка. Все. Вот что, ничего не помещается. И диск. А, ну ладно, провода и джойстики я просто в рюкзак себе закину и все. Зарядку для джойстиков. Можно даже вот так подключиться. А, ну да. И все равно хватит там на полочке. А, она еще и такая штучка есть. Да. Так что не надо гнать на мою жену, что она там что-то не забирается. Мне какую задачу поставили, такую я и выполнила. Все правильно сделала. Все правильно сделала. Была задача купить диск на пятую, я взяла на пятую. К сожалению, часы я сегодня не заберу. Приеду только завтра. Хотя писали, что получение сегодня. Позвонил службу поддержки. А они говорят, ну, не получается у нас. Я им говорю, ну вы тогда там скажите, что поправили и что-то предприняли. А то вот рассчитываешь, да, как-то время. А если на подарок, то вообще? Ага, это вот критично важно. Вот так что сгоняю завтра. Ну, для вас ничего не поменяется. Просто я хотел сегодня вечером немножко с ними поиграться. Божечки, я такой сонный. Или нормальный? Только на камере такой. Сонный вроде как. Сонный. Немножко. Я зеркала делаю себе. А, да, пожалуйста. И сейчас поедем на работу. Не хочу с таким ракурсом снимать, потому что виден мой третий подбородок. Все, вот так настроила? Не мешала? Да, нет, не мешала еще. Как тебе в целом? Комфортно? Удобненько? Так, руль немножко на себя, если мне. Да, там внизу есть штучка. Найди ее. Как тебе первые впечатления? А у тебя как? Отлично. Отлично. Нравится? Рулежка там, пигожка. Ну, побоишься, расскажи, побежала. Все. Не хочешь? Да. Ну, ладно, я тогда на парковку поставлю и жду тебя. Ну, все. Самое главное, у тебя теперь страха не будет. А как она это? Все, она закрылась. А как по ней, что она там закрылась? Как понять? Она пропищала и все. И все? Да. Пописку теперь надо сдавать? Да, да. А эти автоматически? Не, они не складываются, мать. Здесь такого нет. Ну, все. Самое главное, прокатилась, страха нет. Прокатилась, страха нет. Я хотел... Мамочки не увидела. Мамочка, у меня номера торговые. Да, вообще, круто, какая. Смотри, диски, оригинал. Внутри чек какой-то прикольная. Очень красивая. Мы в Ашан приехали, чтобы купить земельку и немножко покушать. Вот, все, пойдем. Вообще. Так он ее, наверное, только покрасил, да? Ну да, выглядит прям... Для них пыленки нет. Прям сильно свежий. Не царапит ничего, не ржавчина. И пыли даже нет. Слушай, некоторые покупают вот в говенном состоянии, потом находят всякие вот эти оригинальные запчасти, восстанавливают, красят. Ну и выглядит это круто. Она притягивает взгляды. Ты знаешь, мастера даже точатся. Они настолько простые детали используют, ну, для этих машин. И сами даже некоторые делают. Подтачивают там что-то из каких-то, ну... Ну да. Где кто достанет. Просто сейчас на эту машину запчастей тоже это где-то, если только на... На барахолках искать, да. Ну, кто-то продает там, как мы купили в этот набор из лего. Ну да. До исторического лего, да? Сколько мы купили. Да. Сколько ему лет. И такая машина притягивает больше взглядов, чем какой-нибудь современный Мерседес. Потому что их уже дофига. Ездить на нежно, конечно, на ней. Ну, это так, машина выходного дня, не на посидорку. Ну, ты знаешь, там же нет ни кондиционера. Мы уже такие сбалованные, каким вещам комфортно. Ну да, есть такое. Это твой рай, да, Ма? Да. Ну, такой вот купил цветочек. Надо его посадить. В кислую почву. Угу. Сейчас найдемся. Сорв нашли. Мы с Людмилой Николаевной забежали в Теремок. Вот он на фоне. Сейчас по двойной окрошке в точке. И по блинчику. Мне кажется, я в этом даже... В этом сезоне окрошки не ела. Мне кажется, не ела. Мне кажется, тоже. То есть не собиралась, собиралась. Обычно ты как-то это зовешь в гости. Что-то там накрошишь, коп-коп. Да, да. В этом как-то какой-то этот пофигизм был. Не пофигизм, а все внимание на цветы. А, да, у меня сезон. Я тебе взял соль. А это соль? Да. Не соль, а джи-фут. Поэтому кидай. И горчички. Тут надо таких знаешь сколько? Ну, ты попробуй. Если что, я еще принесу. Да, надо еще. Все, приятного аппетита. Приятного. 15 минут назад получил сообщение от онлайн-трейда, то, что заказ на мои часы переносится на завтра. Сегодня я их уже не получу. Это, конечно, печально. Уже второй день перенос идет. Что мы сейчас делаем? Жду девочек. Мы едем в русский ресторан. Там вкусненько кушаем. И потом уже поедем к нам в гости. А постригусь я уже завтра. Ну, тут все равно маму же медведку обратно везти. Вот. Забегу и приведу себя в порядок. Ну, а сегодня мы вечерком поболтаем, посмотрим что-то. В приставку поиграем. Ну, какой-то такой спокойный, тихий, семейный вечер. Девчонки-голбасики, мне принесли оливье, капитаты и напитки. Я надеюсь, что что-то слышно. Мать, я принесу. Дмитрий Николаевич принесли. Комплименты. Ну, давай. Ага, и вот сухарики. Ну, что, девочки, классно? Понравилось? Понравилось. И музыку послушали, и покушали. И я обрадовался, что получил смс-ку заветную. То, что можно забирать свои часики. Я, конечно, достал вас в течение этого влога. То, что вам постоянно об этом говорю. Но я их ждал. Так что мы сейчас гоняем в онлайн. Благо, тут ехать не очень далеко. Ну, а потом будем играть, отдыхать, болтать. Все как обычно. Так, а где наша машина? Это я дальше пошел? Я потерял. Я искал Джили, блин, а вспомнил, что мы на Шкоде. Только уже потом. А Вольво не искал? Не, Вольво не искал. Все, забрал я часики. Такая коробочка здесь симпатичная. Интересно? Тут инструкция, гарантия. И вот в таком интересном мешочке находятся часы. Узнаешь? Угу. И прикольные. Потом надо будет на святую их показать. Хочешь мапс смотреть? Все, я рад. Угу. Поздравляю. Потом найду время и настроить часы. Здесь такой легкий. Ремешок? Да. Да, он классный. Но он потом грубеет будто бы. Показала же? Да, это взамен тех, которые забыл во Владикавказе. Кавказский. Да, да. На, потрогай. Держи. Софтач, да? Угу. Приятно. Да, симпатичная. Все, я счастлив. Я рада. Сложно, уровень, очень. Молодец. Вот такое у нас доброе утро. Катюшка сырнички готовит нам на всех. Меня мнюнь смотрит с ватой. Кайфует. Да, Мар? Угу. А я ничего не делаю. Пытаюсь проснуться. Что-то мне сегодня тяжело дается. Вообще, голова прям ватная. Сырнички готовы. Есть вынесу с дущёнкой из ней страны. Приятного, Марка. Ой, спасибо. Да мне хватит. Да я понимаю. Ты чё? Угу. Ну как? Вкусно. Вы снимаете? Не надо меня снимать. Фух. Отстой. Сегодня воскресенье. Солнечный день. И я заболел. Только что померить температуру. 37. Я чувствую, что какая-то слабость. И ничего не хочется делать. В 37 я варёная овощь. Поэтому этот влог я закрываю. Завершаю. Вот и следующий уже, надеюсь, буду снимать. Полный сил и энергии. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...